И если не трудно, подпишите на канал Кухистон Лайв, поделитесь с друзьями, напишите комментарии и не забудьте, пожалуйста, лайк. Певица Манижа стала героиней документального сериала о мигрантах. Уроженка Таджикистана Манижа Сангин, представляющая Россию на музыкальном конкурсе Евровидения, 2021, снялась в сериале «Жизнь других». Участница конкурса Евровидения, 2021, которая будет представлять Россию, Манижа Сангин и ее мама Наджиба стали героинями документального сериала «Жизнь других». Как сообщили в студии, режиссер Наталья Билан заканчивает работу над сериалом о представительницах этнических меньшинств, которые решили приехать в Москву. Героиней одной из серий стали уроженки Таджикистана, певица Манижа и ее мама, рассказали в пресс-службе. Напомним, 8 марта стало известно, что певица Манижа представит Россию на Евровидении, 2021. Премьера песни Манижа Сангин, Мэнижа, Russian Woman состоялась 8 марта в эфире Первого канала. Композицию для Евровидения, 2021, Мэнижа написала сама. По ее словам, в песне Russian Woman говорится о трансформации самоощущения русской женщины за последние несколько столетий. Между тем, международные букмекеры пророчат ей лишь 15 место. Евровидение, 2021 пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Конкурс станет 65-м по счету. Евровидение, 2022 будет в Душанбе, песня Манижа взволновала таджикские соцсети. Песня Манижа, которая представляет Россию на Евровидении, 2021, разделила таджикских пользователей соцсетей на несколько противоборствующих лагерей. Имя Манижа Сангин, российской певицы таджикского происхождения, за последние дни, словно коронавирус, распространилась по таджикским и российским СМИ. Манижа Сангин, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе песни Евровидения, 2021, неожиданно стала неоднозначной фигурой в таджикских и российских масс-медиа, а также в социальных сетях обеих стран. Конечно, в Таджикистане много людей, которые довольны успехами своей соотечественницы и желают Манижа успехов. Однако пользователи таджикского сегмента соцсетей негативно отреагировали на песню, представленную на конкурс от России. Только в одной группе, опубликовавшей песню Russian Woman, из 158 отзывов пользователей около 100 были отрицательными. В обсуждении вопроса пользователи разделились на три группы, одни выражают ненависть к песне, другие считают, что композиция достойна Евровидения 2021 из-за нестандартного исполнения. Еще одна группа пользователей сети хвалили Манижу и ее искусство и называли песню лучшей. Провал и ужас. Пользователи таджикского сегмента соцсетей часто заявляли, что не понимают песню и ее жанна. Неужели нельзя было выбрать что-то лучше, в любом случае она бы попала на Евровидение, написала в социальных сетях деларом Юлдашова. Но я не понимаю эту песню. Для меня она немного странная и непонятная, написала Ниса Шарафова. Репертуар Кадами Курбона лучше, чем это, пошутили в сети. Кадами Курбон, к сведению, бывший сельский учитель, непрофессиональный таджикский певец, который прославился в народе благодаря вирусным видео. Многие пользователи соцсетей были лаконичны. Ужас, жуть, мусор, писали они. Я была в ужасе. Я не услышала песни. Она кричала. Она была одета как клоун, отметила Людмила Федотова, комментарий которой поддержали 13 человек. Ей обеспечено 108 место, заметил другой комментатор. Бородатая женщина выиграла, а чем они же хуже. Сразу несколько пользователей социальных сетей припомнили Кончиту Вурст, австрийца Тома Найвирта, который выиграл конкурс песни Евровидения, 2014 в Копенгагене в женском образе. Несколько лет назад, я помню, первое место заняла бородатая женщина. Нет ничего страшного в том, чтобы представить необычную, песню на конкурс, написал Суруш Камилов. Почему бородатая женщина заслуживает Евровидения, но не наша таджикская девочка, Манижа, вперед, заметил другой пользователь. Евровидение уже много лет назад превратилось в базарное представление. Неужели вы думаете, что туда будут отправлены только лучшие, сетует комментатор в социальных сетях. В следующем году Евровидение пройдет в Душанбе. Нашлось в социальных сетях и место для юмора. Кое-кто предположил, что в 2022 году Евровидение пройдет в Душанбе. Еще пользователи соцсетей предложили поехать на музыкальный конкурс с национальной песней. Либо мы отстаем, либо европейцы сумасшедшие, либо и то, и другое, прокомментировал песню Манижа один из пользователей в Facebook. Кто-то предложил послать на Евровидение от России Ольгу Бузову. Теплые слова поддержки. Другая группа таджиков защищала Манижу Сангин, говоря, что, независимо от того, популярна песня или нет, таджики должны поддержать одного из своих соотечественников на международном конкурсе. Мне совсем не понравилась песня. Но я поддерживаю Манижу, потому что она уроженка Таджикистана, и желаю ей успехов, написала Мухаю Назарова. Молодец. Она очень талантливая девушка. Можно ли было себе представить, что таджикская девушка будет выступать от России на весь мир. Это уже большое достижение. Да они все понимают песню. Может, лучше было бы ее заменить. Манижа навряд ли победит. Но это очень большой шанс для ее карьеры, отметила Азиза Мерзоева. Некоторые пользователи вступились за уроженку Таджикистана и начали спорить в комментариях. Меня поражает, как люди себя ведут. Они это ненавидят. Просто будьте счастливы и желайте ей успеха. Неужели это так сложно, сказала Рагимова. Несмотря на все противоречивые отзывы, эта песня все равно нашла отклик у таджикской аудитории. Лучшая песня. Что-то новое. Сколько раз я ее слушала, пишет Мухаю Сангинова. Сильная. Лучшая. Молодец. Понравилось, мне очень понравилось. Мое тело тряслось, писали пользователи соцсетей. Строго, стильно и разнообразно. Желаю ей успеха. Неважно, какую страну она представляет. Самое главное, что она настоящий музыкант. Только недальновидные люди не понимают смысла ее песен. Настаивает Камила Махатова. Напомним, от первых шагов в сольной карьере и до Евровидения, как уроженка Таджикистана засияла на российской сцене. Уроженка Таджикистана Манижа Сангин. Известная как Манижа, представляет Россию на музыкальном конкурсе Евровидения 2021. Впервые ютуб-канал Куфистон Лайв удалось поговорить с ней. В самом первом интервью Манижа рассказала о том, как работает в команде и кто вложил в нее упорство в музыке. Любые партнерские отношения основаны на доверии. Если его нет, то работа не получается, рассказала девушка. Я всегда говорю, что вся моя жизнь, это арт-проект моей мамы. Она вложила в меня не только материальные, но и духовные ценности, сформировала мою личность, характер и музыкальный вкус. Поделилась Манижа. Мама и сейчас помогает исполнительнице в ее творчестве. Было очень сложно в первую очередь преодолеть свои сомнения и страхи. Любое такое событие, это испытание верности своему делу. Могу сказать, что, пока не запел зал, я не в силах была поверить в происходящее, рассказала Манижа о своем первом сольном концерте. Самая любимая песня исполнительницы, «Держи меня, земля». На тот момент ее не было в записи, так как Манижа исполняла ее только вживую на концертах. Начало творческого пути и первые шаги к известности. За полтора года сольной карьеры Манижа пришла к популярности. Она собирала залы, ее приглашали в крупные рекламные проекты. За 2018 год я поняла, что сила популярности и взаимодействия со слушателем может даже менять все в лучшую сторону, сказала Манижа. А еще в новогоднем интервью певица поблагодарила своих поклонников и близких. «Хочу по-настоящему поблагодарить всех тех, кто слушает и слышит то, что я делаю. Я достаточно свободный человек в творчестве, но эта свобода всегда чревата тем, что приходится чем-то жертвовать. Мне приятно, что есть люди, которые со мной несмотря ни на что», – рассказала она. Манижа против насилия. В 2019 году Манижа начала работу над собственным приложением, которое должно помочь женщине, страдающей от домашнего насилия. Манижа рассказала, что у приложения есть несколько функций. «По сути две функции, я хочу рассказать, где нахожусь, чтобы мне помогли. И мне нужно убежище или место, куда я могу пойти за помощью», – уточнила певица. «Помимо этого, у команды разработчиков есть много интересных идей по совершенствованию приложения и его улучшению. Я думаю, что в течение полугода у нас будет много нововведений. И самое главное, мы расширим базу кризисных центров по всей России и СНГ», – рассказала Манижа. В конце года уроженка Таджикистана снова вернулась к этой теме, анонсировав большое обновление для приложения. Это приложение от человека к человеку. Я это говорила и говорю всегда. И приложение абсолютно бесплатно и будет бесплатно всегда и для всех. Наше желание – сделать что-то помимо музыки, чтобы как-то поддержать общество, – сказала певица. Несмотря на то, что приложение Силсила существует без сторонней финансовой поддержки, оно всегда будет бесплатным, – подчеркнула Манижа. Не до славянка, не до таджичка, откровенное интервью Манижа Сангин. По-настоящему знаковым стал для Манижа 2019 год. В это время вышло два крупных клипа, которые привлекли внимание новой аудитории. В октябре 2019-го Манижа представила новый клип на песню «Сейчас дважды не случится». «Это ироничная история из нашей с вами жизни, полной стереотипов и запретов. Женщина должна. Старики не могут. Чужие равно плохие», – написала девушка в Инстаграм. Манижа рассказала, почему был выбран такой образ и что она хочет сказать своим творчеством. «Я живу всю жизнь в России, и в этом есть основной конфликт. Я чувствую на русском языке, и пишу песни на русском языке. Я осталась где-то между Россией и Таджикистаном», – добавила она. Девушка назвала свое творчество голосом нового поколения метисов. «Когда ты понимаешь, что после миграции в Россию, пройдя множество трудностей, Россия становится для тебя домом. И возвращаясь к себе на родину, чувствуешь себя немного чужим», – рассказала Манижа. Еще один клип на песню «Недославянка», – свою вторую работу на тему разницы и разнообразия культур, исполнительница выпустила в декабре 2019-го. Сюжет прост. Главная героиня и ее команда сражаются с загадочным падежом, таинственным злодеем, похищающим идентичности родной язык, а заодно паспорт и внешность. Так сложилась жизнь. Я сама мигрант и я дочь мигрантов. Было очень много стереотипов и вокруг, и у меня самый, но образование, смешение культур, знакомство с сильными людьми, ставшими для меня примером, позволили мне принять себя, свою национальность, чего я очень долго стеснялась, – рассказывает Манижа. Работа над клипом проходила в двух странах – России и Таджикистане, а эпизодические роли исполняли не профессионалы, а обычные люди, часто сами мигранты, либо продавцы на базаре, либо друзья и знакомые Манижа. Уроженка Таджикистана певица Манижа попала в рейтинг 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет, издание Forbes в марте 2020. Девушка отметила, что не ожидала, что когда-нибудь сможет попасть в такой рейтинг. Намеренно для этого я ничего не делала. Мне очень приятно, я благодарна тем людям, которые приняли это решение, – рассказала певица. В ноябре 2019-го она впервые за 10 лет приехала в Таджикистан и была приятно удивлена тем, что ее узнают на улицах. Я была шокирована, что буквально на каждом квадратном метре кто-то подходил и спрашивал. Это очень вдохновляет, потому что, какое бы у меня ни было отношение к внутриполитическим вещам, все равно это моя земля, там много родственников и друзей, – поделилась исполнительница. А в конце 2020-го имя Манижа Сангин снова оказалось во всех СМИ. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, УФК, назначило уроженку Таджикистана певицу Манижу Сангин своим послом доброй воли из России. Решиться обратиться за помощью очень сложно, центр будет заниматься помощью женщинам, которые попали в ситуацию домашнего насилия, – сказала девушка. Выбор России сможет ли звезда Манижа засиять на Евровидении? Певица Манижа во время выступления, Russian Woman, Манижа представила песню на Евровидении 2021 в виде. Манижа победила в национальном отборе в эфире Первого канала. Девушка выступит на Евровидении 2021 с песней Russian Woman. В песне используется как русский, так и английский язык. В номере, который был продемонстрирован в эфире Первого канала, кроме Манижа Сангин участвуют четверо бэк-вокалистов, а также присутствует классический ход для Евровидения, смена нарядов. Бабушка Манижа рассказала, как певица добилась успеха. Композицию для Евровидения 2021 Манижа написала сама. По ее словам, в песне Russian Woman говорится о трансформации самоощущения русской женщины за последние несколько столетий. Бабушка певица Манижа, которая будет представлять РФ на Евровидении 2021, Назигуль Хамраева считает, что у ее внучки индивидуальные, не дублирующие другие жанры стиля манера исполнения песен. Я горжусь своей старшей из 11 внуков Манижей. Все, чего она добилась, это только благодаря своему постоянному трудолюбию и ответственности перед выбранной профессией, сказала Хамраева. Я прекрасно понимаю, что у Манижи не как у всех джазовых и эстрадных исполнителей. Свой индивидуальный, не дублирующий другие жанры стиля манера исполнения песен. Считает бабушка певицы. Она подчеркнула, что поддерживает все устремления своей внучки, переживает за нее. После победы на отборочном конкурсе у ее отца Далера, ведущего хирурга, буквально разрывался телефон, все друзья и знакомые поздравляли с успехом его дочери, рассказала Хамраева. Семья певицам Манижи известна в Таджикистане. Как сообщил директор Литфонда Союза писателей Таджикистана Али Акбар Абдуло, дед певицы Манижи Хаджи Усмон был известным писателем, журналистом, исследователем, который впервые собрал биографии и стихи средневековых женщин поэтец в книгу «23 жемчужины Востока». Это издание почти сразу стало раритетом в Средней Азии и было переведено на 10 языков. Абдуло пожелал певице успеха на предстоящем конкурсе. Манижи – это явление в культуре, она как редкий экзотический цветок, добавил он. Таджикская эстрадная певица, победительница конкурса интервидения Тахмина Ниязова также пожелала успешного выступления своей землячке. Меня переполняет гордость за то, что впервые таджичка участвует в таком конкурсе. Ну и что, что за Россию? Ведь мы братские страны. У Манижи обалденная энергетика, которая буквально заводит всех зрителей. Ее творчество – это сплетение культурных и музыкальных стилей, от песнопения до рэпа, сказала Ниязова. В понедельник, 8 марта, в результате национального зрительского голосования было определено, что Россию на Евровидении 2021 представит певица Манижа с песней Russian Woman. Манижа, Манижа Сангин, российская исполнительница родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Продолжение следует...